Здравствуйте, уважаемые друзья и гости моего канала. Мы живем в городе Новосибирске. И своих земляков я хочу обрадовать тем, что на гусинобродке открылся отличный рынок. На конечном кольце трамвая номер 13. Здесь можно купить все, что касается растений, начиная от цветов, заканчивая любой рассадой. А также продукты животноводства, молочко, сметанку, сливки, творог и, конечно же, грибы и ягоды. А ведь этого нам так не хватает, потому как сельских жителей совершенно выжили со всех региональных рынков. Например, на нашем Октябрьском рынке бедным бабушкам и дедушкам некуда встать, чтобы продать свою продукцию с дачи и с огорода. И это очень грустно. Домашние огурчики, яблочки со своего сада, чеснок, смородина, малина, кабачки и вот такие прекрасные растишки домашних цветов. Здесь и колиус, и королевская герань, и фуксия, и многое другое. От 100 до 150 рублей за корешок. Попали мы на рынок немного поздновато, в час дня, хотели прикупить себе смородину, но, к сожалению, смородину уже разобрали. Поэтому, если вы едете именно за ягодами и за грибами, поторопитесь встать пораньше. Грибов нам досталось много. Сухие грузди стоили 5 литров 350 рублей. Основное направление этого рынка, конечно же, фрукты и овощи, которые предлагают нам граждане ближнего зарубежья. И цены, я вам скажу, очень порадовали. Картофель свежего урожая по 30 рублей. Но не спешите покупать все в начале рынка. Как говорится в пословице, чем дальше в лес, тем больше дров. То же самое и с этим рынком. Чем глубже заходишь в рынок, а он довольно-таки большой, тем ниже цены. В начале рынка виноград по 70 рублей, кишмиш по 100, разноцветный виноград по 90 и томаты по 50. Огурчики также по 50 рублей. Если вы будете брать коробкой, про запас для маринования можно договориться намного дешевле. Картофель в красной шкурке и в желтой шкурке. Закупать картофель на зиму я вам здесь не рекомендую. В нашем городе есть огромный оптовый рынок Хилокский. Обзор которого есть на моем канале и ссылочку я обязательно оставлю в описании. Если кто-то из жителей Новосибирска не знает о его существовании, добро пожаловать. Туда фурами привозят все эти фрукты, ягоды и овощи. Именно там мы закупаем себе на зиму то, что не растет на моей даче. И вот, например, осенью в сентябре картофель, морковь, свеклу, лук можно купить очень дешево. В том году картофель продавался по 14 рублей за килограмм мешком, лук по 15 рублей и так далее. В общем, имейте это в виду. А вот абрикосы по 80 рублей здесь уже продают спелые, переспелые на варенье. То, что купить и поесть на этом рынке очень выгодно, намного дешевле, чем на всех маленьких рыночках нашего города. Так что, друзья, покушать и отвести душу в сезон это сюда. А вот оптовые закупки лучше делать именно на оптовом рынке. Если вы хотите взять на варенье сливы, абрикосы, торгуйтесь, как и на всех других рынках. Продавцы здесь вежливые, в масках, в перчатках. Соблюдены все правила торговли. Рады каждому покупателю. Рынок работает с 9 часов утра и до последнего покупателя. Добраться, как я уже сказала, очень легко. Всех на 13 трамвае, доехав до конечной остановки. Ну, давайте посмотрим с вами, какие же цены в глубине рынка. Баклажаны по 50 рублей. Томаты также по 50 рублей. Острый перец по 130 рублей. Черешня спелая по 150 рублей. Перец по 70-80 рублей за килограмм. Капусточка по 20 рублей. Разница солидная, если сравнивать с рынками, которые вокруг нашего октябрьского рынка. Самый дорогой виноград 120 и есть даже 140 рублей. Это дамские пальчики. Много зелени на развес. И вот, смотрите, виноград по 50 рублей. Виноград вполне отличный. Мы себе прикупили всех сортов по килограмму. Скажу, что виноград свежий ничем не отличается от того, что в начале рынка по 100 рублей. Вот вам и разница. Поэтому не ленитесь, обойдите весь рынок. Как говорится, на рынке два дурака. Один продает, другой покупает. И кто-нибудь обязательно пролетит, а кто-то выиграет. 60 рублей за томаты. Но я думаю, поторговаться можно и подешевле. В конце рынка абрикосы продают даже по 60-70 рублей на варенье. Нектарины по 120. Очень крупные, спелые и сладкие. Баклажаны также по 50. Красивые, блестящие. В единственном месте мне попались по 40. Но такие невзрачненькие. Хотя, если на переработку, можно, думаю, сговориться еще дешевле. Перец по 100 рублей. И во многих местах даже по 70. Многие продавцы очень возмущались, что я снимаю их товар. Переживали, что увидят продавцы с других рынков. И цена в городе снизится. И многие люди перестанут приезжать именно сюда. Томаты. Желтые и красные пальчиками. Всего лишь по 50 рублей за килограмм. Спелые мягкие груши. Персики. Слива. В общем, все-все-все. Вот как вы видите, вот здесь нектарины. Уже по 100 рублей. Это мы дошли практически до самого конца рынка. Острый перец. Рынок оппозиционирует себя именно как фруктово-овощной. Лук по 25 рублей. Вот еще, пожалуйста, виноград по 60 рублей. Виноград из Абелла. Несколько торговых рядов. Рынок этот очень любят местные жители. Хотя обед, но народу на рынке очень много. Все что-то берут, покупают. Я смотрю, покупают даже коробками. Но, видимо, это те, кто не знает, что Хилокский рынок все-таки выгоднее. И там можно купить самое спелое по 20-30 рублей за килограмм. А здесь, как вы видите, вот стоят персики на полу по 40 рублей за килограмм. Это для компотов и варений. Давайте еще немного прогуляемся по этому рынку. В общем-то, продают одно и то же. Разное это только цена и качество фруктов и овощей. Я думаю, сейчас, глядя на это видео, многие южане очень сильно удивятся. Знают, что в курортных городах, таких как Сочи, Геленджик, такие же фрукты стоят намного дороже в сезон. Я понимаю, что все-таки все это сделано специально, чтобы покупали туристы, чтобы люди могли побольше заработать. Но ведь это неправильно. В Сибири цены оказываются намного ниже на фрукты и на овощи, чем в южных городах. И приезжая туда, мы с вами дико удивляемся, что приходится переплачивать намного больше. А ведь там фруктовые деревья растут во многих городах аллеями, прямо на улицах. И под ними лежат ленивые гуси, на которых падают на голову эти абрикосы, вишни. Очень часто приходилось наблюдать такую картину. Поэтому я считаю неправильным, что на юге цены настолько завышены на эти фрукты и ягоды. Я думаю, вы хорошо рассмотрели все ценники, особенно жители города Новосибирска. И обязательно приедете и посетите этот рыночек. Прежде чем покупать яблоки у граждан ближнего зарубежья, а цена на них сейчас довольно-таки высокая. Начинается от 80 и до 150 рублей за килограмм. Обратите внимание на прилавки с колхозниками. Ведь именно сейчас начнется урожай наших сибирских душистых яблок, ранеток, полукультурок. И ведерком можно будет купить в два раза дешевле. Ну что, друзья, на этом у меня все. Желаю вам удачных покупок и до новых встреч!